Здарова всем! Снова мы у Сереги, значит находимся. Сегодняшнее видео будет посвящено тому, что мы будем колотить Умбон. Ну как мы будем? Буду колотить я в основном, Серега будет помогать мне, как это случится дальше. Поэтому по всему поводу. Так вот, у сегодняшнего нашего генерала, вы его сейчас в дальнейшем увидите, почему генерал поймете. В целом, рабочий костюм у него такой генеральский. Значит, что хочу рассказать предварительно о том, что... Ну и Серега будет параллельно тоже рассказывать по поводу Умбона. Я посмотрел там видео, какие люди колотят, показано все, как этот процесс сделать, но в ускоренном темпе. И сегодня немножечко разберемся поподробнее. Потому что попался еще одно видео одного человека, который в итоге сказал, что я сильно увлекся процессом, выколотил Умбон. Но весь процесс он не снял. И все это показывал на бумаге. Ну, мы решили все это сегодня, конечно, показать именно на деле. И еще один подписчик меня просил в следующий раз, типа, когда я собирал щит, он просил о том, что надо было начинать с Умбона. Показать, как колотится Умбон. На что я ему ответил, что, в принципе, видео по Умбонам есть в интернете, в свободном доступе. Ну, специально для него, так сказать, покажем сегодня, как это делается дело. Ну, теперь материальные части. Так, значит, берем лист стальной, двушка, 2 миллиметра у нас. Вот у Сереги есть такая вот штука. Конечно, не каждая вот такая же вещь есть у каждого человека. Это все, я не знаю, на чермете он надыбал. Вот, ну, в целом, что хочу сказать по этой штуке. Ищите, езжайте на чермет, ищите себе примерно на заводе, на черметах. Вот такой вот, типа, как бы, хрен поймена, гильза, не гильза, что это такое. Это просто облегчает работу. Вот, эта штука облегчает работу, говорит наш генерал. Майор в отставке. В данном случае она здесь 17 миллиметров. Диаметра, да. 17 сантиметров приблизительно диаметра. Внутреннее как раз отверстие для того, чтобы кулак легко входил и держал бы. Значит, соответственно, это будет край формироваться, а это сам будет выколачиваться. Я вам скажу, что исторически каждый кузнец, если имел такую возможность, они всегда делали их приспособлено, что облегчало, соответственно, их работу. То есть, если у вас нет такой штуки, придется в пеньку выколотить выемку такую, углубление. Ну да, пеньки. Вот, мы берем запасом немножко рисуем металл. Потом я покажу, для чего запасы. То есть, не в край, а вот чуть-чуть, чтобы пару-тройку миллиметров выступало. Да нет, побольше, даже сантилетр, да, с лишним так вот. Это не страшно, потом все равно будут обрезаться. Я объясню потом, для чего это запасится такой делаем. Дальше сейчас мы отрыжем и пойдем выколотить. Короче, у нас еще такая вот новость есть. У Сереги прошла новая модернизация, больше мастер не отъезжает. У него новая табуреточка есть для этого. Вот, и сейчас будем, короче, разбирать дальше, что будем делать. Так, ну вот, по максимуму пока приблизились, что здесь. Да, вот этот запас мы отстукиваем для того, чтобы у нас потом не колебалось. Мы начинаем его... А, по краю, загибаем так сказать, да? Да. Ну вот, здесь понятно, что при вот такой вот приблуде она понятна, что тут надо зажнуть ее, чтобы меньше движения было. А она вот когда на пеньке, вот тут у ли человека нету этой железной херни? Ну, если нету, то она все проще. На этом мы загибаем для того, чтобы вот этот центр у нас был все ровно. Почему я говорю, что как бы приблуду вот эта, она позволяет с меньшим затратным усилием. Если нету этой приблуды, вот он, выручка. Мы ложим. И начинаем от центра формировать. По спирали, короче, да? Ну да, то есть мы колотим, 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 колотим. Естественно, вся эта шишка, она, блядь, подается вместе с металлом туда. Потом в какой-то момент мы берем, допустим, и на край железки, вот допустим, вот этой любой, там, буквально, ну, наковальня, да? Наковальня, допустим. Рельсы, там, у кого-то что-то будет. Да, мы вот этот, начинаем отбивать вот этот край. Когда он весь этот бубок вытянется, мы нужный нам край начинаем вот таким образом. Формировать, да? Да, сформировать. И начинается очень длительный и веселый процесс геморроя. То есть мы край этот отгибаем, от этого, естественно, все ведется, это колеблется, это все туда-сюда играем. Потом мы опять вложим на эту самую, опять колотим, потом опять берем, ложим на край, опять его отгибаем. И так постепенно, очень долго-долго-долго. Ну, этим геморроем буду увлекаться я, и показывать буду я весь этот процесс. Да, то есть это длительный-длительный такой процесс, он туда-сюда мотается. И, собственно... Это вариант пенька, а вот этот вариант будет, наверное... Ну, это проще, да. Я показываю, простой вариант, но смысл вот про пенек, я говорю о том, что как бы тут все будет зависеть от настойчивости, от, скажем так... От желания человека. Да, от уверенного удара руки и так далее. То есть это все гораздо более длительный процесс и более такой, скажем, геморройный. Ну, то кому надо, как говорится, хочет победить в своем желании. В данном случае мы идем простым путем. Многие могут обвинять, что это не совсем исторично, в точке зрения этого самого. Ну, я сильно спорить не буду. Ну, могу сказать, что... Нет, мы в основном показываем, как сделать умбон. Принципы достижения, конечно, можно и, как говорится, садануть, разогреть на горячую, садануть шаром, и будет выбьется умбон. Есть такие варианты, но вот в домашних условиях, то, что можно сделать, в принципе, своими руками, тогда за какой-то промежуток времени, вот именно такой вариант. Если особо нету, как говорится, пресса такого мощного, сильного или нету такой приблуды, можно это все сделать на пеньке. Мы не претендуем на роль супер-мега историчности, а по факту вот сделать именно умбон для щита можно вот именно таким способом. Ну, у нас сальто прокатное, а не руда копаная. То, что в кузнецов существовали приспособы, которые облегчают их труд, это было всегда. Ну, не братья на соленую железку, слышишь? Рука, да, да. Начиная даже от обычных клещей, да, пожары, бамаганы, как говорится. Все, как говорится, упирается в возможности. Если, допустим, какой-то кузнец там где-нибудь, какой-нибудь деревни, где-нибудь в глухой, я не знаю, там, в глухом лесу, там, подающий кузнец, конечно, руками все это сделает. А вот я думаю, такие вещи, как Дамаск, где там ни одно, ни два, ни три, ни десять поколений кузнецов, которые сидят целые кварталы кузнецов из поколения в поколение, у них все эти приблуды, естественно, были. То же самое, да, то же самое. Любая империя, которая позволяет себе задержать именно оружейников из поколения в поколение, соответственно, создает возможность кузнецам передавать. Облегчать, облегчать труд. Да, облегчать труд, передавать какие-то эти самые... Но это, скорее, все, наверное, еще связано с тем, что все-таки надо было все время, например, быстро, как говорится, готовить не одного человека, а там 10-20 человек, да? Естественно, я думаю, что и штамп был, и там нормально все было. Бойцов, потому что если ты будешь одну, как говорится, один умбон колотить два месяца, а война там через две недели, то нахрен. Такую движоку приходилось, наверное, ускорять процесс, увеличивать скорость. Я думаю, что, чтобы обеспечить льёл в Римской империи, наверное... Работало много. Да, много, это во-первых. А во-вторых, я думаю, что, конечно, моменты, облегчающие труд, в том числе горячие формирования на каких-то там, скажем так, не сверхтехнологичных высоких, но тем не менее штамп, скорее всего, это все высох. Сформировали вот такое ребро, крышка. Да, вот этот загнутый, но потом, естественно, все, когда мы сделаем умбон, мы все это... Срежется, да? Естественно, уберется. Все срежется, да, уберется. Это мы сделаем для чего? Для того, чтобы у нас основная часть не ловила туда-сюда. Можно, конечно, больше кусок взять, да, но, в принципе, смысла нет. Это вас Серега рассказывает, так как он уже мастер во всех этих делах, для него вот именно такого зазора, то есть, загнут вполне хватает. Если кто-то там, новичок, пытается это сделать, есть такая вот штука железная. Ну вот, за счет вот этого. Теперь мы имеем возможность, положив вот эту крышку, которая ходит в одном движении, не влево, не вправо, мы можем аккуратно молотушком сформировать основную... Контур. Контур, да, в который мы начнем вытягивать. То есть, соответственно, вместимыми ударами. Поворачиваем. Короче, создается, да, такой уже, вот, видимо, немножко, не знаю, отсюда, конечно, не видно, но, по технологии, по этой, когда будете этим заниматься, вы увидите, что там вмятины такие останутся. Но я сейчас покажу вам. Нет, мы сейчас покажем, покажем, да. Сейчас вот этот контур защипаем. Потому что он позволяет создать то, что мы будем полотить в основном. Это опять технология, все делание именно на холодную. Так как в кузне нет. Горячая, конечно, все это легче, процесс пошел бы. Это для тех, у кого нет кузин, и кто может себе так вот сделать. Да, это можно сделать практически с ногами. На коленке, я говорю. Даже дома. Собран на коленке. Соседи, не повесите. Ну вот. Получается, вот так вот уже видно, да, что вот контур такой пробился. И вот эту часть, вот эту вот часть, внутреннюю тарелку, как говорится, мы будем выбивать, делать. Да, сначала надо вот этот контур ухватить все железом, а потом аккуратно, для того, чтобы все это меньше езды. То есть, а в дальнейшем, ну, как вы понимаете, это все на 4 или на 6 клепок приклепываются к щиту, это будет в дальнейшем. Ну, в принципе, это вопрос другой уже, вот, и будем сейчас этим заниматься. Ну, будешь сейчас, я буду заниматься этим. Да, принцип понял, да, вот тебе разные инструменты, осаживаем аккуратно в центре. Как только осадил определенное количество, да, опять контур подбил, молоточком. И он все время надо не заплатить, подравнивать, потому что он будет стараться вытянуть все, то есть загнуть всю железку. Поэтому надо чуть-чуть осадил, чуть-чуть, опять контур подбил, это вот плоским молотком, допустим, опять подравнял туда. Потому что она, видишь, немножко она загирается, то есть, ее все время надо возвращать. И так потихонечку туда, прошел опять, от центра осадил, 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 выпуклость, подравнял все это, обил, еще раз осадил. Короче, молотки те же самые, что я колотил норманку, когда делал, в принципе, это такой большой, чуть-чуть полукруглый. Такой есть. Есть обычно переточенный, ну, молоток, немножко закругленный он, просто с конца. Такой очень хороший молоток. Ну, и ювелирный, ювелирный его, это когда уже все эти бугорки исправляются. Ну, что, я понял. Будем пробовать. Он сказал по центру и по спирали. Так, ну, что, тарелка начала загибаться, то есть, она не стала ровная. То есть, понятно, да, какие-то края поднимаются. Значит, насаживаем. Опа. Берем плоскую. А, стоп. Он сказал, подбиваем сначала контур. Так, подбили, подбили немножечко, еще углубили. И сейчас плоским, плоской кувалдочкой, короче, опять по краю. КОНЕЦ КОНЕЦ Короче, что хочу сказать. Значит, после того, как я прошел трижды, три раза я прошел, значит, это сначала большим молотком, вот эти вот углубил. Потом обстучал по контуру вторым молотком вот этим. Ну, обычный, чуть, он обычный молоток, чуть скругленный немножко. Вот. И потом кувалдой плоской, значит, выровнял по краю. Хочу показать, что получилось. Что получилось. Вот такая вот тарелочка получилась уже. Это вот три раза я прошелся. Вот. Тут вот так. Бончик. И вот таких вот ударов, наверное, я не знаю. Ну, нужно вот так вот пройтись. Чтобы он был поднят. Постепенно вот буду это выколачивать. В принципе, одно и то же действие я не вижу смысла показывать. Вот. Уже покажу, когда буду приближаться к финалу. Что у меня получилось. Вот. Ну, это все то же самое. Все идет по кругу, по процессу. И, кстати, когда уже начинаем вниз углубляться, туда вглубь уходить, вот эта тарелка уже так не играет. Вот сейчас она уже стоит даже более-менее плотно. То есть, когда вот раньше было, можно было ее вот так вот рукой, пальцем трогаешь, она вот так вот прыгала вся. А сейчас она уже плотненько стоит. Ну, вот сейчас буду так дальше опять. Тяжелым полегче выравнивать, тяжелым полегче выравнивать. До тех пор, пока не добьюсь нужного результата. Короче, вот такая тарелка у меня получилась. Это вот половина умбона. И вот надо выколотить такую же еще половину, то есть углубить ее вот так. Чтобы кулак входил нормально еще. Вот, грубо говоря, если чисто гипотетически представить, что это щит, он уже входит. Ну, чуть-чуть мне, конечно. С учетом доски. Да, тут еще, если учитывать толщину доски, вот, а тут он отходит, потому что эти маслаки мешают. Ну, так рука уже пролазит. Ну, вот половина этого умбона. Будем колотить дальше, там покажу, что получится. Так, короче, выколотил умбон. Получилась вот такая штука. Но сейчас покажу поближе, что получилось. Значит, где мотолок-то? Вот молоток в качестве примера. Вот фанерка. Фанерка для чего? Ложим, смотрим, чтобы не было ни щелей, ни зазоров, ничего. То есть, два вечера. Ну, примерно 4-5 часов потребуется для того, чтобы выколотить такой умбон. Ладно, фанерку убираем. Вот она, чтумбон. Помещается кулак. То есть, показываю на примере, если, ну, взять это в качестве щита. То есть, вот рукоятка. Оп. Всё. В принципе, свободно. Ничего. Тут ещё даже пространство остаётся. Ну, чуть-чуть. Она, если в перчатке будет, вот, рука влазит, вот, ходит. Ничего не мешает. Ну, не забываем то, что здесь ещё будет доска. Доска, ну, сантиметровая. Да? И плюс уже сверху ручка. То есть, это прибавляется где-то вот в среднем. Вот так. Ну, и рука вообще будет свободно ходить, и ничего мешать не будет. Ладно, суть состоит в том, что вот такая вот тарелка получилась. Я её наставлю, наверное, антуражную. Углы я разогнул. То есть, вот эти вот, которые были вот на той приблуде сделаны. Вот. Разогнул. Вот такой вот прям выглядит, такой прям нормальненько. Вот. В плане такой кривенько вот тут вот с концов. Можно всё это обрезать на болгарке. Закруглить, сделать ровно, красиво. Отполировать его, он будет вообще-то блестящий. Но не вижу смысла в этом. Вот. Может быть, конечно, подровняю. Не знаю, посмотрим, что-то я ещё. Но суть вопроса заключается в том, что основной момент показано. А, кстати, вот ещё такой нюанс. Вот. Последний раз, когда я колотил, это был один вечер, вот. Тут вот пошло где-то полтора сантиметра. Сейчас точно возьму линейку. Так. Сегодня я выколотил, да, где-то полтора сантиметра. Вот. Получается. Выколотил вот это вот. Последний раз, вот эта вот линия. Вот эта вот линия. Это последний раз я что-то колотил. А это вот за сегодняшний вечер я выколотил. То есть удлинил её, вытянул. Можно ещё длиннее сделать, но я не вижу в этом смысла, так как рука хорошо ходит. Всё, в принципе, садится здорово, ничего не мешает. Вот. И, как бы, вот он, в целом, вот такая вот вещь получается. Умбончик. Всё. А этом всем спасибо и пока. В следующий раз покажу что-нибудь ещё.